Отдел искусства 20 века в Абрамцево торжественно открыли после капитального ремонта. История этого здания начинается в 1938 году. На месте, где при Мамонтовых стоял малярный сарай и другие хозяйственные постройки, возводят лечебный корпус санатория, что в те годы находился в усадьбе. В 80-е здание было признано аварийным и даже были сторонники сноса, но оно уцелело. То, что это здание сохранилось и столько проектов было в нем реализовано, ну и в конце концов именно в этом здании сформировалась коллекция, которую мы сегодня с вами увидим, да, часть которой мы увидим, да, имеет место быть. Все-таки, знаете, вот здание, оно должно, вот оно все пропитано, понимаете, оно дышит. Для того, чтобы здание ожило, была проведена огромная работа. Создали концепцию план капитального ремонта, припланировали, учли множество технических нюансов и экспозиционных возможностей залов. Вы знаете, мне посчастливилось участвовать, когда было первое обсуждение на научном совете, когда еще только вот идея вся эта обсуждалась вместе с Министерством культуры и какие-то детали обсуждались. И вы знаете, поскольку настолько проект серьезный, вы знаете, мне даже как-то вот, я даже не могла понять, как это можно так вот все это сделать и достаточно быстро. И, конечно, сегодня я обязательно сюда пришла, потому что я с большим уважением отношусь к этой фундаментальной работе. Экспозиция включает в себя шесть тематических разделов. Каждый посвящен определенному отрезку времени, начиная с 20-х годов прошлого столетия. У истоков собирания коллекции стоял Виталий Серафимович Манин. О нем мы в последнее время говорим много и совершенно заслуженно, потому что десятилетия не чтобы замалчивали, ну просто как-то не говорили. А вторым этапом Абрамцевской коллекции является очень серьезный вклад Алексея Ивановича Куншенко, искусствоведа, абрамцевского сотрудника, который посвятил Абрамцеву 40 лет. Работа театрального художника Татьяны Сельвинской, ученицы Роберта Фалька, одно из последних приобретений Абрамцева, и оно не единственное. Так что формирование коллекции продолжается. В Дармузею художники Алексей Шмаринов и Николай Андронов передали обстановку своих мастерских. Здесь вековая мебель и зеркала, мимо которых прошли десятки одаренных людей Абрамцевского поселка художников. Еще одна достопримечательность отдела искусства 20 века – личная библиотека Виталия Манина, основателя коллекции искусства 20 века. Ее передала в Абрамцево вдова Виталия Серафимовича. Я очень рада, что он теперь поселился навсегда здесь, в Абрамцево. И когда Третьяковка уже позже узнала, что я все передала, говорит, надо было к нам архив. Я говорю, нет, пускай все будет в одном месте. И библиотека его, и он все тут. Вообще, где бы мой муж ни работал, у него был такой характер, он везде производил революцию. То есть он всегда хотел улучшить. И когда он пришел сюда работать, этот музей имел направление литературного музея. И когда Виталий Серафимович пришел, он, конечно, дал направление отделу изобразительного искусства. Вот отвоевало это здание, дом отдыха, оно называлось «Гвардейский». Я там пишу, потому что тут жили пьяницы. Все, и так далее. И освободил помещение. А самое главное, превратил музей в федеральный. Октябрь 2019-го. Еще одна страница истории музея, и уже есть заметки на будущее. Возрождение культурного поселка Абрамцево, проект будущего, уже начал воплощаться. Место, где Оксаков и Мамонтов заложили традицию собирать художников, поэтов, писателей, театралов, не утратило своей миссии. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов. Тема. Продолжение следует.